Володарская школа – одна из передовых в округе по организации дополнительного образования учащихся. Здесь успешно работают десятки кружков по интересам. Их деятельность была представлена на торжественном открытии местной ячейки Всероссийского движения первых. Сегодня я представляю стенд по экологии. Мы занимаемся экологическим просвещением уже в течение двух лет, лично я. А так наша школа всегда была посвящена, всегда работала в этом направлении. Все мы живем на одной планете, на планете Земля, которую мы должны просто обязаны беречь, потому что все мы ее жители. Мы занимаемся турслетом. Это туристы, заинтересованные туристы, которым интересны походы. У нас были соревнования по турслету в Большом Саврасово. Было очень прикольно. Мы проходили полосу препятствий. Движение первых, которое было создано в конце 2022 года, как раз и объединяет такую инициативную молодежь, чтобы дать ребятам возможность еще больше развивать свой талант и двигаться в данном направлении. Это единое движение, которое сплотит все детские организации, движение и объединение в стране. Охватит наибольшее количество детей и подростков. Уже сегодня мы делаем первый шаг навстречу возможностям самореализации новых знакомств и интересных проектов. Бладарская школа дала старт движению первых в Ленинском округе. Процесс вступления в организацию непростой. Кандидатуры утверждаются на высшем уровне. Сейчас на очереди оставшиеся 16 школ муниципалитета. Мы надеемся, что в скором времени все организации вступят в состав Всероссийского движения. И ребят, принимающих участие в мероприятиях, в волонтерских, гражданскопатриотической направленности будет еще больше. Сегодня мы открывали первичную организацию в Володарской школе. Ребята приняли Крятву. И мы надеемся, что они действительно будут первыми во всех начинаниях. Я хотела бы обратиться ко всем ребятам, кто уже вступил в Российское движение детей и молодежи, а также планирует еще вступить. Сегодня, может быть, кто-то уже пополнит наши ряды. Чтобы они продолжали свою творческую работу, чтобы они не останавливались на месте, чтобы они верили в себя. Чтобы они дерзали, открывали новые открытия, предлагали новые инициативы. А мы, взрослые педагоги, а также наставники, поможем им преодолеть эти трудности и всегда будем поддерживать их. Впереди у ребят много увлекательной работы. Новые знакомства, путешествия. Сейчас перед ними открыты все двери. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. Юлия Погостьян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова.